Здравствуйте дорогие друзья! Очень интересный короткий вопрос и короткий ответ. Этот ролик очень короткий. Итак, СДП задает мне вопрос Как проверить качество пыльников? Это касается качества пыльников любого узла автомобиля. Качество пыльников на конечниково-рулевых тях, качество пыльников допустим на косточках стабилизатора. Их многие называют линками, а многие называют просто стойко-стабилизатора. То есть пыльнички на них тоже. Как проверить? Допустим вы покупаете новые какие-то шарниры шаровые, на них пыльники. И как узнать качественные пыльники или нет? Друзья мои, прежде всего, конечно же когда вы проверяете наличие и количество смазки в этом непосредственно узле, то есть в любом случае я рекомендую вскрывать пыльники посмотреть наличие и количество смазки и по необходимости ее добавить И если при снятии пыльника вы видите, что происходят какие-то повреждения пыльника, а этого быть не должно, то, конечно же, это первое, о чем говорит сразу, что эти узлы ставить уже на свой автомобиль нельзя. То есть пыльники долго не прослужат, если они у вас уже в руках рвутся. Ну, друзья, а второй вариант это только время. Ну, никак по-другому, друзья мои. Время, да, время надо поставить, надо убедиться Ну и третий, конечно, третий вариант это самый такой, это отзывы отзывы, люди отзываются, то есть вот на этом уже поездил, вот купил какую-то там шаровую опору или на конечник рулевой тяги определенной фирмы, на ней покатался и у него порвался пыльник и он написал где-то или рассказал в ютюбе, возможно о том, что у него порвался пыльник и вы прочитали и увидели, что пыльники на них бывают рвутся, то, друзья мои, не берите этот шарнир, не берите этот узел некачественная, значит, там резина они вряд ли в ближайшее время исправятся и не факт, что он попадет в лучшего качества, чем попало тому человеку, поэтому откажитесь лучше, возьмите какую-нибудь другую фирму вот так, ну не придумано еще другого надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным, если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, будьте здоровы друзья, всем пока